Коллеги, приветствую! Я Александр Молчанов и каждый, кто сделает репост этого выпуска в своих соцсетях, получит сегодня подарок от Вселенной. Также я напоминаю, что полным ходом идет набор на базовый сценарный курс нашей сценарной мастерской. Если вы хотите научиться писать сценарий, если вы хотите стать профессиональным сценаристом, то, друзья мои, проходите по ссылке в описании, подайте заявку и займите место на курсе, пока его не занял кто-то другой. На настоящий момент у нас осталось треть места уже на курсе продано и, соответственно, если вы хотите к нам присоединиться, то самое время для этого сейчас наступило. Так, видите ли вы меня, слышите ли вы меня, напишите, пожалуйста, в чате. Пока вы это делаете, я делаю описание и закрепляю видео, чтобы вы его могли увидеть, если вдруг вы зашли на нашу страницу трансляции. Так, хорошо, друзья мои, мы продолжаем, продолжаем нашу практическую магию. У нас все идет достаточно интенсивно. Мы неделю пропустили, неделю занятий, потому что занимались сценарием за неделю. Ну и мы возвращаемся. Сегодня мы с вами поговорим о кармическом менеджменте. Начинается, что называется, начинается хардкорная эзотерика. Ну, раз уж мы с вами решили затеять практическую магию, да, ну как без кармы? Как обойтись без кармы? Ну вот никак, никак ее не обойтись. Поэтому сегодня мы с вами будем говорить о самом важном, краеугольном, основополагающем том, что будет причиной вашего большого жизненного успеха. Собственно, до кармы. В целом, я уверен в том, что все события, которые происходят в нашей жизни, это последствия наших с вами поступков. И если нас не устраивают события, нам нужно изменить поступки. А если устраивают, нужно продолжать совершать эти поступки дальше. Нужно продолжать действия, которые вы делаете сейчас. И главный принцип выбора этих поступков полностью совпадает с золотым правилом этики. Поступай с другим так, как хочешь, чтобы другой поступал с тобой. Все очень просто. Например, если вы хотите, чтобы люди уважали вашу собственность, что нужно делать? Нужно уважать чужую собственность. Если вы не хотите, чтобы воровали фоточки с вашего сайта, перестаньте смотреть ворованные сериалы. Перестаньте слушать ворованную музыку с торрентов. Если вы хотите, чтобы люди читали ваши книги, читайте книги других людей. И чем больше вы прочитаете, тем выше вероятность того, что вам удастся написать книгу, которую прочитают миллионы людей. Должен признаться вам, что долгие годы я был яростным и непримиримым приверженцем цифрового пиратства. Я скачивал фильмы и сериалы, скачивал музыку и компьютерные игры. Мне казалось, что это некий бунт. То есть это не кража, а бунт меня против мирового истеблишмента. И я был уверен, что самая опасная выдумка дьявола со времен изобретения бумажных денег, это возможность передачи авторского права от одного лица другому лицу. Я не очень понимал, как мои личные финансовые отношения с компаниями Sony и компаниями Paramount относятся к финансовому благополучию режиссеров и сценаристов, которые создавали мои любимые фильмы. В свою очередь, я всегда выкладывал бесплатно в сеть все, что создавал сам. Все свои книги. Букваль сценариста был первым делом выложен на торрент. Можете найти самую первую раздачу. Все свои статьи, все свои образовательные курсы. И сейчас про это вообще мало кто помнит, но моя первая сценарная мастерская была бесплатной. Мастерская, которую я проводил в... В онлайне первый курс был 2008-2009 год, а в оффлайне 2009-2010 год, учебный год. Там 10 человек училось, да училось 8. Двоих я выгнал. И она была полностью бесплатная. И дальше, через какое-то время, я понял, все кино без пленки, все эти мероприятия, они были бесплатные. И я считал, что это как бы правильно. Я не беру денег с вас, но и вам не плачу. То есть, никто никому не платит. Вот такой коммунизм, военный коммунизм. Однако, через какое-то время, я понял, что для роста нужны ресурсы. И мне пришлось научиться зарабатывать деньги. И это у меня заняло время. И это была серьезная достаточно трансформация, очень непростая. И для того, чтобы начать зарабатывать, мне пришлось кардинальным образом поменять... Я понимаю, когда ты говоришь сейчас столько всякого на эту тему, да. И когда ты говоришь, кардинально поменять мышление. Сразу же у людей такая реакция, да. Поменяй мышление, да. Но, тем не менее, это действительно так. И первое, что я поменял, что было фундаментом вот этих изменений, я поменял свое отношение к воровству. Я перестал пользоваться торрентами. И подписался на все сервисы для легального просмотра кино и сериала. Начал покупать бумажные книги вместо скачанных с торрентами PDF-файлов. И учитывая то, что я в год читаю от 500 до 1000 книг, считайте, в какую сумму мне это обходится. Я перестал качать пиратский софт. Вместо этого всегда покупаю лицензионные версии на сайтах производителей. Я понимаю, что сейчас опять в текущей ситуации, в ситуации, когда нам объявлена экономическая война, когда весь мир, весь западный мир с нами воюет. И, в общем-то, не скрывает того, что воюет не с нашим государством, а воюет с нами, с каждым из нас. Ну, каждый выбирает, как на это дело реагировать. Я стараюсь по минимуму использовать какие-то обходные пути. Не то, чтобы по минимуму. Единственное, что я использую VPN для того, чтобы, не знаю, посадят меня за это или нет, для того, чтобы вытаскивать какие-то старые посты из Фейсбука и размещать какую-то новую информацию. Но, тем не менее, я отказался от всех сервисов, которые нас заблокировали. Либо ищу какие-то наши аналоги. То есть, я не занимаюсь... Все равно, тем не менее, я не занимаюсь пиратством. То есть, я стараюсь не скачивать, опять же, по возможности. Есть какие-то вещи, допустим, индийское кино. Нет возможности легально посмотреть и заплатить за него. А если что-то там... Нетфликс какой-то, на который я всегда был подписан. Ну и черт с ним, я пропущу лучше сериал какой-то. Черт, я не буду заниматься кражей. И я почти не удивился, когда узнал, что большая часть успешных людей поступает точно так же. И самое интересное, что больше всего мои доходы увеличились в тот месяц, когда я начал украденные возмещать. То есть, я начал уже прочитанные мной книги, которые я когда-то скачивал бесплатно, я начал их покупать. Начал оплачивать фильмы, которые я когда-то уже проходил. И там, опять же, на начальном этапе я какие-то тренинги скачивал тоже. Ну, их просто не достать было. И скачивал на каких-то пиратских сайтах. И потом я прям составил список и начал искать возможность эти тренинги оплатить и купить. Ну, в частности, я проходил какие-то там тренинги Довлатова. Потом я нашел, и они типа там недешевые, тысяч по 25 каждый тренинг, и оплатил. Тренинги Богданова, Дмитрия Богданова. Тоже мы с ним об этом говорили, он у меня был в эфире. То же самое там, их было в свое время не достать никак, кроме как на каких-то пиратских сайтах. Потом я нашел и все эти тренинги выкупил, за все за них заплатил. И, наверное, в это будет сложно поверить тем, кто привык за новинками кино и музыки идти в торренты. Но, тем не менее, это так. Вот так вот это работает. И здесь есть один небольшой, неочевидный, но, на самом деле, на мой взгляд, ключевой момент. Секрет. То есть, просто платить за все и возмещать украденное недостаточно. То есть, важно после каждого такого поступка находить минутку для того, чтобы очень четко осознать сделанное. И прям прямым текстом похвалить себя за то, что вы это сделали. И сказать себе, что этот поступок будет замечен Вселенной. И Вселенная обязательно найдет возможность вознаградить за это. И, как ни странно, Вселенная таки действительно всегда находит эту возможность. Я здесь далек от, опять же, каких-то эзотерических объяснений этого. Да, того, что я не буду вам говорить о том, что вы влияете на тонкие поля вокруг вас. И Вселенная откликается и дает вам то, что надо. Самое главное, вы влияете на башку на свою. Да, то есть, вы себе даете сигнал, что я заслуживаю подарка. И если я этот подарок увижу, я его, во-первых, я его увижу. Да, то есть, в обычной ситуации мы вот эти возможности подарков просто не замечаем. Почему? Потому что считаем, что мы этих подарков недостойны. Мы начинаем их видеть и мы начинаем их принимать. Потому что принятие подарка это тоже очень такая сложная для неподготовленного человека тема. Как же так? На меня вдруг падает какая-то возможность. Этого же не может быть, что я 10 лет к чему-то шел, 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 шел. И вдруг сейчас я могу одним действием закрыть, решить какую-то свою проблему. Или достичь какой-то цели, к которой я стремился. Одним действием. Щелк и сразу же получить то, что я хочу. Опять же, если вы все время делаете какие-то действия, которые могут за собой повлечь награду. И вы себе все время говорите о том, что я должен получить награду за это. Я сделал хорошее миру. И для того, чтобы равновесие восстановилось, мир должен сделать что-то хорошее для меня. Хоп! И вы это получаете. И если вы будете изображать из себя такого скромника. Если вы будете говорить, я просто поступил так, как на моем месте должен был поступить каждый. Я не сделал ничего особенного. Я не требую никакой награды за это. Ну, окей. Вселенная не будет с вами спорить. Она скажет, ну окей, чувак, если ты так думаешь, то кто я такая, чтобы с тобой спорить. Значит, и вознаграждать тебя за это не надо. Так получается, да? Ты уже получил свою награду. Вознаградил себя ощущением того, что ты поступил правильно. И именно поэтому честность и уважение к чужой собственности не всегда вознаграждается. Я думаю, что вы наверняка тоже знаете таких людей, которые вот все для других наизнанку выворачиваются. Ничего себе. Все другим. И ничего у них нет. Они нищие, бессеребреники. Как же так, Александр? Где логика? Вот человек все делает для других, а у самого у него ничего нет. Где вознаграждение? Так они не просят вознаграждения. Они радость находят в том, чтобы отдавать. А в том, чтобы получать, они радости не находят. Они не требуют ничего взамен. Ну, а вы потребуйте. Мы-то с вами не такие. Мы с вами свое возьмем. Правда? Вот. Дальше. Главное следствие кармического менеджмента, оно связано с достижением ваших жизненных целей. То есть, вы можете взять свои результаты в долг у Вселенной. А можете дать заранее что-то Вселенной и потребовать возмещения. Что это значит? Значит, вот то, что я сейчас говорю, это самая сложная история во всем, что я говорю. То есть, смотрите. Мы все части системы. Да? Большую систему. Которую... Но сфера, мир, все... Как угодно. Не важно. Как ее определять, как называть, вообще не так важно. Но, например, вы хотите заработать денег. Найдите человека, который тоже хочет заработать денег и помогите ему заработать. Вы хотите найти любовь. Помогите кому-то найти любовь. Вы хотите творить. Помогите кому-то начать творить. При этом, от того, кому вы помогаете, да, не требуйте благодарности. Но обязательно найдите время для того, чтобы похвалить себя и сказать себе, что Вселенная обязательно вознаградит вас за ваши усилия. И это прям надо сделать целено... Вот этот пункт все всегда пропускают. Да? Как же так? Вот посмотрите. Я отдаю. Я отдаю направо-налево. Почему я ничего не получаю взамен? Почему вот Молчанов все получает, а я ничего не получаю? Потому что я... Да, действительно, я очень много отдаю. Огромное количество статей. Огромное количество каких-то текстов обучающих. Огромное количество подкастов, видео. Чего угодно. Да? Тренингов бесплатных. Которые по плотности, по содержанию, там, любой круче, чем очень многие, там, дорогие курсы в любых других киношколах. Да? Но я, как вы видите, я не бедствую. Я не голодаю. Да? Потому что то, что я отдаю, это не единственное, что я делаю. Помимо этого, я себе говорю постоянно. Молчанов, ты офигенный молодец. Вот у тебя прошел курс, на курсе 2000 человек было. Сколько из них купят, монетизируется, условно говоря, сколько из них купит мой курс? Ну, типа, там, не знаю, 20 человек. Да? Там сейчас, на настоящий момент, это сколько я говорил, да? Третью часть, треть курса занята базовую. Да? Ну, это нормально, да? Еще у нас все лето впереди. Вот. И... Если бы я подходил к этому, как такой инфобизнесмен, да? Считающий конверсии. Я бы сказал, нет, надо больше, надо 100 мест продать. Ну, как бы. Я окей с этим. Я говорю, я молодец. У меня нет задачи, чтобы все те 2000 человек, которые были на сценарии за неделю, пришли в мастерскую. Понимаете, да? И то, что вот с точки зрения бизнеса, да? Тысяча девятьсот шестьдесят человек, прошедших мой бесплатник и не купивших платный курс, это отходы производства. Да? То есть, это, да, как бы трение. Лишние люди. Но они для меня не лишние люди. То есть, то, что я делаю, да, это тоже часть моей миссии. Да? То есть, тоже часть того, что я делаю. Это тоже для меня важно. Да вот. И когда я это делаю, после этого я говорю, чувак, ты молодец. Ты офигенно, офигенно настроил, да, свои отношения со вселенной. Да? Ты выдал больше, чем ты получил. Ты выдал сильно больше, чем ты получаешь назад. Чем ты вообще получишь назад. Вот. И в итоге, дальше я получаю назад деньги. Да? Люди приходят, покупают мой курс, покупают коучинг, да, покупают мои книги. И я получаю то, что выдаю, я получаю обратно деньгами. И я готов это принимать. Да? То есть, я не говорю, когда приходит человек. И готов заплатить за мастерскую, да, я ему не говорю, ой, да ладно, да не надо, да что вы, да не, да, да, три месяца моей работы. Да? А вот это стоит столько. Более того, мой курс 70 тысяч, да, в нем содержание не на 70 тысяч рублей, а на 700 тысяч рублей. Да? Почему их охотно и покупают, и почему люди, пройдя один курс, берут следующий, следующий, да, берут все остальные. То же самое, да, и когда мне кто-нибудь говорит, а может быть вы скидку дадите, может быть вы рассрочку дадите, я вообще не понимаю, о чем идет речь. Какая рассрочка, ребят, вы о чем? Да, то есть, мне в голову не придет дать кому-нибудь хотя бы копейку скидки за мой курс. Или дать какую-нибудь рассрочку, да, я возьму полную сумму, и я ее возьму по полному, имея полное право, да, потому что я даю большее. И соответственно, когда, да, мне не стыдно, я не выхожу такой, ой, ребята, ну вот, ну, купите, пожалуйста, у меня базовый, извините, извините, что я вас отвлекаю, но вы вот купите. Ребят, я продаю лучшие сценарные курсы, не только в России, а в мире. То есть, я проходил курсы онлайн в американской киношколе, я видел, какое фуфло они продают. Примерно более или менее за те же деньги. Вот, и я знаю, что то, что я делаю, это намного круче. И право это делать у меня есть, у меня нет никаких абсолютно комплексов, да, почему? Потому что я даю сначала, я сначала даю в мир что-то, после этого у меня появляется ощущение того, что я это заслужил. Я это ощущение в себе культивирую, да, то есть, я методично, месяц за месяцем, год за годом, я себе говорю, чувак, ты делаешь офигенные вещи. И если вы сами себя не хвалите за это, за то, что вы делаете, да, то никто другой, ребят, не придет, вам спасибо не скажет. То есть, сначала для того, чтобы люди вас уважали, вы должны уважать себя сами. То есть, в основании кармы, на самом деле, лежит психология, да, то есть, вы себя перенастраиваете. И самое главное в этом вот всем, самое главное именно тот момент, который пропускают люди. Похвалить себя за то, что я сделал. И напомнить себе о том, что ты получишь какую-то награду за то, что ты делаешь. И когда эта награда придет, вы ее, во-первых, увидите, во-вторых, вы ее примете. Вы не будете отпихиваться и говорить, что, ну, да нет, нет, не надо, я это все бесплатно сделаю для вас. Нет. Дальше, следующее. Вообще, внедрить, вот сами принципы кармического менеджмента внедрить непросто. Но оно того стоит. Соответственно, если вы не хотите, чтобы вам хамили клиенты, не хамите в тех ситуациях, когда вы выступаете клиентом. Следите за своей стороной улицы. Если вы сами хамите своим клиентом, да, если вы сами хамите тем людям, для которых вы являетесь клиентами. Да, то есть, среди инфобизнесменов очень много, кстати, вот такого, такого, такого фуфла. Да, когда человек приходит, человек сам инфобизнесмен, коуч, психолог, да, но когда он сам приходит куда-то на тренинг, да, и он начинает себя вести там просто как говно. Вот. И потом удивляется, почему ему это прилетает от самих, от своих клиентов. Да, то есть, в той ситуации, когда вы клиент, вы ведете себя плохо. Не удивляйтесь тому, что это будет вам, это прилетать от ваших собственных клиентов. Дальше. Я сразу хочу, что, оговориться, что я не верю в загробную жизнь. Я имею большие сомнения в существовании переселения душ. И мы не можем знать о том, что будет с нами происходить после того, как мы умрем, после нашей смерти. Все гипотезы на этот счет, это не более чем гипотезы. Они все имеют абсолютно равное право на существование, потому что никто оттуда пока не возвращался. И я не вижу смысла в том, чтобы проживать жизнь в надежде на какое-то посмертное воздаяние. Или в страхе перед каким-то посмертным наказанием, да. Но, с другой стороны, мы имеем перед глазами примеры некоторых маньяков, неких мерзавцев. Например, доктор Менгеле. То есть, чудовище, монстр. Прожил всю свою жизнь, наслаждаясь плодами своих злодеяний. И мирно скончался в преклонном возрасте, не получив никаких абсолютно воздаяний за Оное. У него случился, ему уже лет 80 было, случился инсульт и утонул, купаясь в море. Где воздаяние? Как это соотносится с законами кармы? Честно, я не знаю. Хер его знает. Я думаю, что, скорее всего, у таких людей, условно говоря, отключена совесть. Да, то есть, какое-то психическое нарушение. Да, то есть, они спокойно проживали свою жизнь. Почему? Опять же, это причина не карма, а причина психология. Да, то есть, вот тот механизм наказания у них был отключен. Соответственно, это, если мы говорим о законах, да, то есть, нашли какую-то лазейку, которая позволяет их обойти. Однако, то, что эти лазейки существуют, это не значит, что законы не работают. То есть, если хотите, ну окей, можете посвятить свою жизнь поиску таких лазеек. Да, но можете спокойно пользоваться этими законами. Сразу оговорюсь, да, что если вы не верите в карму, то все, все эти механизмы можно легко описать и объяснить в психологических терминах. Да, делаешь что-то, хвалишь себя, говоришь, да, я имею право, да, и видишь, у вас дальше начинает срабатывать механизм подтверждения. Да, то есть, дофаминовая петля. Да, сделал, получилось, сделал, получилось, сделал, получилось. И дальше вы смотрите, нифига себе, да, я уже который раз это делаю, и каждый раз это у меня получается. Каждый раз происходит подтверждение. И чем дальше, тем больше. Поэтому, не пытайтесь с кармой бороться, да, не пытайтесь искать в ней какие-то, опять же, какие-то эзотерические смыслы. Мне кажется, что это дорога в никуда. Да, есть инструмент, он работает, делаешь, получаешь результат, есть смысл просто это делать, есть смысл использовать. И, соответственно, если вы хотите чего-то масштабного, серьезного, сильного добиться, найдите человека, который хочет того же самого. Помогите ему это получить, потом похвалите себя за это и скажите себе, что вселенная обязательно вас за это вознаградит. Например, в случае с писательством, в случае со сценарным мастерством, я очень рано начал преподавать. То есть, практически одновременно с написанием каких-то текстов, я сразу же начал этому обучать. Я помню, как я еще в Русском Севере в 95-м году, когда был журналистом, да, я носился там с идеей создать школу репортеров, школу журналистов. Не получилось, к сожалению, потому что, ну, как-то и опыта у меня еще маловато было. Но я все время приводил людей, да, то есть, все время, все вокруг меня, вы понимаете, да, вот вы вокруг меня там какое-то время существуете, да, и вы, наверное, заметили, что если я чем-нибудь увлекаюсь, я начинаю что-то делать, очень быстро все вокруг меня тоже начинают это делать, да. То есть, когда я делал подкаст, все начинали делать подкасты. Когда я делал эфиры с интервью, все вокруг начинали делать интервью, да, когда я пишу сценарий, все пишут сценарии. Когда я пишу романы, все пишут романы. Ну, вот так как-то всегда происходило. Соответственно, когда я работал в газете в 90-е годы, все мои друзья стали журналистами. Вот все люди, с которыми я был знаком, чем бы они ни занимались, чем бы они ни хотели заниматься в жизни, они все стали журналистами. Потому что, ну, вот это мое, да, то есть через это я реализуюсь, да, через обучение. И, соответственно, да, как только я начал людей учить чему-то, я начал получать очень сильные результаты, сильные и крутые результаты, когда, во всем том, что делал. Да, то есть это срабатывает сразу же во всех, во всех направлениях. Вот что я вам хотел сегодня рассказать. И если у вас есть какие-то вопросы, тема сложная, я понимаю, то есть она простая в том смысле, что 4 пункта всего, да, но как принять ее, да, это достаточно сложно. Да, то есть еще раз я повторю, да, что самое важное здесь не требовать возмещения от человека, которому вы что-то сделали. Да, то есть его можно, конечно, вы можете установить какие-то отношения, да, например, если вы делаете платный тренинг, обучаете человека чему-то. В этом случае, ну, естественно, да, вы деньги какие-то с него получаете. Но если вы отдаете что-то, да, и вы себе говорите о том, что я за это, я теперь имею право получить за это что-то, да, что-то хорошее, какой-то подарок, то вы этот подарок неизбежно получите. Обычно все говорят, отдавай, ничего не жди взамен. Ну, соответственно, ребят, это так и работает. Если ты говоришь, я отдам и не требую ничего взамен, ну, вы ничего и не получите. Ну, да, так и будет. Так, очень интересная точка зрения, под таким углом я еще не слышал. Это же надо, наверное, понимать, осознавать, что ты делаешь что-то плохое, тогда и будет и наказание. Да, совершенно верно. Абсолютно. То есть, если, например, человек там ворует постоянно, но он не осознает, что это плохо, да, я думаю, что в этом случае он может избежать наказания. А может быть, может и получить это наказание. Да, если у него есть потенциал осмысления того, понимания того, да, если у него где-то там совесть на донышке души, да, где-то она что-то его там грызет, то в этом случае, конечно, он получит, огребет рано или поздно. Так, хорошо. На этом, с этой мыслью я вас оставляю. И в следующий раз мы увидимся с вами на следующем занятии практической магии. Он пройдет по графику в следующий понедельник в 12.00 здесь же. Большое спасибо вам за внимание и удачных вам выходных. Пока.